Дорогие друзья и гости канала, рад вас приветствовать. Нахожусь на поле, где посеяна кукуруза. Сеялась она китайскими вот этими сеялочками. Точного высева брал я их у Виталия Михайловича Байчука. Сделал рамку и три рядочка она сеет. По многочисленным просьбам снимаю результат, друзья. Там просили, чтобы снял, показал. Вот выпал такой шанс. Друзья, вот видно тут три рядочка. Это сахарная кукурузка, она такая поменьше. В нее зернышки были такие жомканные-жомканные. Какие-то, ну белая сахарная кукуруза. И вот у нее очень много двойничков. А нормальный посевмат кукурузу, который покупал я в мешках, вот он выглядит вот так. Конечно, тут есть пропуски, но тут еще и Шкода есть, козы, фазаны. Они могут, конечно, сильно навредить. Если смотреть, ну уже я стою, кукуруза выше меня, и не получится у меня ее снять сверху. Такой вот красивый, конечно, результатик. Ну, всех интересует в основном точность. Точность, как она сеет, друзья. Ну так, рандомный выбор. Вот видно кукурузки стоят практически на одном расстоянии. Вот есть двойничок. Друзья, тут это мелочи. Они тут там встречаются очень-очень редко, эти двойнички. Тут такой край, и видно, как я выезжал вон. Три рядочка. Еще три рядочка. Я не стал край засевать, потому что между рядкой, если делать, потом ты все равно переломаешь эту всю кукурузу. Также вот видно, как идет. Очень качественный высев. Для таких любителей, как мы, достойный вариант, друзья. Очень достойный вариант. Прекрасно она сеет. Многих смущает канава, которая остается после сеялки. Ну, друзья, ее со временем затягивают. Ее вообще даже и не видно толком. Зато вот эти воздушные корешки кукурузки, они все время в земле. Так что так. Неплохой результат, друзья, неплохой. Так что все, кто сомневался в этом китайском чудо-агрегате, я рекомендую. Брать можно. Сеет достойно. Так что так. Такая уже кукурузочка. Брать. Так. Как раз.